Предлагаю очередное заседание Думы города открыть. По заданному предложению прошу голосовать. Это первое заседание городской Думы после летних каникул. На повестке дня больше 20 вопросов. Многие из них касались текущей жизни города. Как то выделение денег на ремонт дорог, отлов бродячих животных, повышение заработной платы муниципальным служащим и другие. Но рассмотреть их было не суждено. Сразу после третьего докладчика 12 представителей Единой России во главе с председателем Сергеем Ларейкиным, сославшись на неотложное внутрифракционное совещание, покинули зал. При этом обещали вернуться через 10 минут. Назад никто не вернулся. Мы их ждали 10 минут, 20 минут, 30 минут, час. Вообще это у меня вызвало неподнимание, в связи с тем, что это не уложение даже к жителям города, к представителям краевой администрации и краевым депутатам, которые там присутствовали. Они просто ушли и не вернулись. По одной из версий, весь этот демарш связан с вопросом, который в повестке дня значился под номером 8. Он касался лишения депутатских полномочий всех, кто выжил после декларационного скандала. А это Константин Белый, который является лидером думских единороссов, а также Александр Холыновский, Александр Вишняков и Игорь Степанов. Видимо, таким открытым протестом они решили сорвать рассмотрение вопроса. Об этом в ходе кулуарной беседы сообщил юрист городской администрации. Оставшиеся народные избранники сегодня все же проголосовали за исключение из Думы депутатов-штрафников. То есть представительный орган лишился еще четырех человек. Мы считаем, что заседание и голосование было правомощно, потому как изначально депутатов присутствовало 28 человек, и заседание Думы не было закрыто, а просто часть депутатов Единой России удалилась по непонятным причинам. Тем временем сам председатель Сергей Ларейкин уже признал, что своими действиями нарушил регламент проведения заседания Думы и готов понести наказание. Не исключено, что такой ход развития событий был спланирован заранее, и это видно по поведению отдельных депутатов. В начале заседания они явно нервничали. Евгений Плохотин, Иван Зяблецкий. Специально для программы «День с толком». Продолжение следует...